Доброе утро, уважаемые телезрители. Рубрика «Звездный гость» я Дмитрий Пьяваров. Приветствуем вас в «Это по-прежнему». Теплое сентябрьское утро. Сегодня мы говорим о кино. У нас сегодня впервые в Казани. Это актер, режиссер из Америки, из Голливуда, Шон Стоун. Итак, мы сегодня приветствуем в студии нашей телекомпании Шона Стоуна. Шон, welcome to Kazan. Good morning. Good morning. I feel like Kazan is the farthest place. Мне кажется, Казань далека от всей той политической ситуации, которая сейчас происходит в мире. Казань настолько красивый и тихий уголок в мире, что мне здесь очень нравится. Фестиваль, мне кажется, не привлекает никаких политических взглядов, которые мы сейчас наблюдаем между США и Россией. И мне бы не хотелось вовлекаться в эту сферу, потому что Казань прекрасный город. И мне кажется, что я нахожусь где-то в фантастической реальности. Все знают, что Шон – это сын всемирно известного режиссера Леверстоуна, но он еще и самостоятельный и актер, и режиссер. Я даже видел фильм, который Шон снял в жанре хоррора. Вот какой жанр сам предпочитает наш гость и в каком жанре ему легче существовать – документалистики, в игровом кино, в конкретном таком адресованном кино. Я вырос в мире кино с детства, и я видел Уолл-Стрит, как все это проходило, реальность. Мой отец снимает политизированные фильмы, показывает, где президент, и он снимает биографию своего опыта, который он накопил за свою жизнь. Лично мне по душе приходится научная фантастика, фэнтези, и мне бы хотелось снять или играть в кино, которое находится вне реальности. Если реальность – это материя некая, то мне по душе некое духовное, то есть что находится вне реальности. Это имеется в виду реальность, это научная фантастика, фэнтези, какой-то свой мир, который придумывает наш автор? В России все любят сказки и верят в сказки, и оно мне тоже близко по душе. Мне на самом деле хочется снимать вне реальности фильмы, которые духовно представляют. В мифологии существовали демоны, ангелы и пришельцы, и мне бы хотелось говорить о духах, которые присутствуют вне реальности. Ну и когда наш гость снимался вместе с отцом на съемочной площадке, работал, что это был за урок? Да, конечно, я много подчеркнул с работой с отцом, но не могу сказать, что мы… Да, мы общаемся, мы коллаборируем, то есть работаем вместе, но у отца есть свой стиль, то есть надо видеть, как он начинает со сценария, как он снимает на съемочной площадке, как он режиссирует, подобно генералу, на войне. Но мне… Я хочу создать свой стиль, то есть отличный от отца, то есть который бы показал мою сущность, который бы принадлежал моему миру. Что вы чувствуете, когда вас называют не Шоном, а Али? То есть каков, скажем, потенциал сейчас духовный у вас находится, и как вы относитесь к тому, что вы сейчас уже не носитель другой религии, другой конфессии? Ну, Али всегда напоминает меня имама Али. Имя Али напоминает мне имама Али, с помощью которого я познал мир, философию ислама, который пишет красноречивые проповеди сам и рассказывает мне. С помощью него я понял основную идеологию ислама. То есть мне, по его словам, не особо не отражается, как ко мне обращаются люди, поскольку я знаю, что у меня в душе, и восприятие людей для меня не имеет особого значения. Имя Али напоминает мне Льва, некоего лидера в группе, и оно дает мне некую храбрость понять, что помимо этого мира существует некий другой мир. Вы встречались на съемочной площадке с такими корифеями кино, которых все любят в России, и знают, будь то Вэл Килмер, Майкл Дуглас, Шон Пэн и Мэг Райан. То есть вот кто, например, произвел впечатление наибольшее? Я имею в виду, что актеры — это особая порода людей. Соответственно, у каждого актера есть свои наметки, свои фишки. В данном случае я тоже изучал актерское мастерство, и я хочу сказать, что сила духа, которая происходит от вас изнутри, оно намного сильнее, и оно должно быть реализовано так, чтобы люди в тебя поверили, поняли, кто ты есть на самом деле. И человек должен быть близко к своему духу, то есть человек должен быть искренним, честным, правдивым и показывать то. Поскольку люди не должны понимать актеров только так, как они играют роль. Если актер будет играть только свою роль и не будет играть некую другую роль в своей жизни, истинную роль, то можно спокойно сойти с ума в данном случае. То есть каждый человек должен иметь некую границу между актерством и реальностью. Ну и последний вопрос. Какой самый необычный подарок, сувенир вы увезете из Казани, будь то материальное что-то, нематериальное? Это будет чак-чак. Вероятно, я увезу чак-чак, но самое главное для меня — это духовное. То, что я здесь был, те мечети, которые я видел. То есть духовное, которое здесь присутствует. Вот это я увезу с собой. Спасибо большое за ранний визит. Желаю вам, как говорят, успехов на вашем поприще, оставаться самим собой и не быть ни на кого похожим. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, сегодня в гостях программы «Новое утро» побывал актер, режиссер Шон Стоун. Наша программа продолжается. Смотрите только хорошее кино. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Chingg